итак всем здорова начался стресс-тест вас тарка я сидел и ждал чтобы нажать кнопочку поехали в общем сейчас мы будем создавать персонажа менюшка напоминает револейшн вот что не делай это револейшн походу так но я хотел воина сделать это как бы классы а это архетипы то есть у каждого класса есть еще свой архетип думаю я хотел сделать либо берсерка либо стража но наверно я сделаю все-таки берсерка так теперь приступаем к созданию персонажа так чего у нас тут есть образы вот ставлю пока так выбор внешности общие готовые модели а по какой серый чувак кстати более темный чувак показан вообще андет какой-то татухах наверное сделаю себе обычного такого высенького чувачка так за оценим редактор человек у нас лица так понимаю это готовые настройки а вот есть настройки какие-то еще сейчас расширенные глаза брови скулы челюсть рот нос то есть это все есть при желании можно все это настроить под себя волосы цвет можно выбрать интенсивность только я не понял что значит интенсивность ну ка глянем поближе но это видимо интенсивность цвета ладно у меня все равно если будет так глаза так можно выбрать цвет белка цвет радужки асимметрию можно сделать и размер у меня это мало интересует на самом деле так кожа цвет кожи морщины блики интенсивность макияж вот здесь по моему должны быть татушки так рисунки особые так понимаю особые это два цвета или нет особые то которые нельзя менять цвет у них то есть это шрамы и вот это вот шняга мне этого ничего не надо так особенность это у нас борода ну кстати вот это я попробую сделать наверное вот здесь меняется цвет а то есть тут нельзя сделать разного цвета бороду и собственно волосы то есть это будет по-любому разных цветов странно почему отсвечивает белом я вот сделал черную бороду она отсвечивает а вот почему интенсивность я вот так вот сделаю пускай так будет так что-то движение что ты будешь сделать у его ладно на этом закончим создание внешности так имя персонажа надеюсь мое еще не занято ладно поехали так создали играть выберите режим управления так вот это конечно же пробел атака автоматический бег взаимодействие умение ну пока пойдет освоимся так вот так вот удобно так вот и Какая-то арена. Сейчас, наверное, меня поведут, да? Это я, что ли, громила? Настройка горячих клавиш вы можете изменить, понял? Настройка горячих клавиш. Нажмите джей. Подождите, подойдите к персонажу, нажмите, ну понятно. Для мертвеца у тебя слишком дерзкий взгляд. А ну, глаза в пол и пошел! А, дальше они это, не осилили озвучить. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Снежку. Это то кабановидное существо Снежок. Плошка мясного бульона тому, кто свернет громили шею или хотя бы сломает палец. Был раб. Ты думаешь, ты тут самый крутой? Ха! 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 Это ненадолго. Сегодня он выйдет на бой, а после он весь паш. Да точнее все, что от него останется. этот чувак хочет купить меня может давляк добряк глен выпишет тебе оружие доспехи если они еще остались мне еще и все евро дали за этот квест логично ставки принимают это да такой доспехи по знакомству инверзивы вроде тебя нравится я весь в матушку пошел она говорит подтянутый но я-то знаю что это она из любви так же запросто видишь дамочка справа да не поворачивайся так резко заметят как ты пришел она на тебя с тех пор и коситься прямо таки глазами поедает завидую тебе даром штурап держи жаль что рабов скидывает в общую могилу я тебе такую эпитафию придумал удобная карта кстати очок с этим не дал какой-то шмот в рюкзаке ничего тут тоже или я иду туда где они должны лежать смотритель канинг он сейчас выдаст молота нет меч все проглотит и не подавится так инвентарь надел вот вот это бандура нет это даже из финал фэнтези 7 у клауда такого меча не было может найдешь что поприличнее давай поищу дробитель черепов крестовой удар рассекающий клинок дробитель и казнь это рывок я так понимаю урывка к д 7 секунд пройти в восточную часть пойму найти доспехи за шмотки и двор только что-то я не почувствовал что отчет надел боевые умения так чё я могу что-то прокачать что ли или чё они это уровне и типа все что у меня есть понял могли бы первые шмотки хотя бы как-то внешне отразить ничего так боевая система правда на него же пол здоровья нет как на пусты не жди это вульфер у нас любители бодряющих речей одним ударом решетки выбивал повыше тебя на три головы все но пришли армаментариум инструктор инструктора вульфер ясно алканавт попробуй на манекене он мне дал это хочу это они ко мне подошли они вообще здоровье восстанавливается пассивно или нет походу нет а нет восстановилась а вне боя восстанавливается понял эликсира сдать говорит ты чё офигел ничего не сдам опа вот это тут дяденьки у а чё за зомбаки а где тот с кем не драться или это разминка перед ним вороны так но вроде меня не покоцали нормально и а чё это за дело а понятно вот он снежок какой милашка здорово здорово Не души. Ну, пока изи. Не знаю, будет ли он там берсу подрубать какую-то. Эй, дядя, пробел, чтобы увернуться. От дальних атак. Надо их собрать вкучнее. От дальних атак. Хожу так. Бэкстебы работают. Эй, как я его не победил? А, невыязвимость, понял? Эй, а чё это он упал? Ага, это по сюжету так. Ну ладно. Я жалею о вашей утрате, господин Бартон. Хе-хе-хе. На том свете отоспишься. Снежок был таким послушным. Где я теперь найду снежку замену? Дикого югафи пойди поймай. Хоть арену закрывай, открывай бордель. Хе-хе-хе. Хе-хе. Выбишься. Врезать бы по довольной морде. Но я твои зубы обменял на гашель золотых. Понял. Проваливай. По перчаточки. Новая старая жизнь. Так, а куда топать-то мне? Вот сюда. Если ты смог, мы вставили на тебя, Громила. Говорят, Бартон приказал сделать из храня. Я бы тебя выкупил, а только седой хрыч меня. Ну да-да-да. М-м-м-м. М-м-м. Ты, воин, не хватайся за меч. Я не тот, с кем тебе стоит сражаться. Выслушай. Я так понимаю, у каждого класса своя эта вступительная сюжетка. Подойди, Эрдлинг. Эрдлинг. А ведь Барден свято верил в то, что ты вымахал на тюремной похлебке. Да, в отличие от мерзавца Бардена, мне известно, кто твои предки. Избранники самого Сириона. Тра-та-та. Они поработили племена. Потому что один из них закован теперь уравские кандалы. Многие увидят божественное провидение. Более бога я не представился. Ксиан II. Верховный жрец храма Снежной бури или храма Сириона. Стань тем, кто то есть. Свободным Эрдлингом со своей историей, а не безымянным рабом, которому дали кличку словно он дворняжка. Ну-ка, что дали? Меч заточенный. Ммм, блин, а этот круче выглядит, конечно. Но этот больше на саблю похож. Угу. Угу. А чё? Выбрать свой путь. А, сюда надо пойти что-то. Понял. Лагерь Стража. Дозорный фрейер. Бежать надо из этого шувьорда. И чем быстрее, тем лучше. Вечный голод. Снег. Серое небо. Тоска и безысходность. Эй, громила. Подойди. Подошел. Подслушать разговор. Собираю на медней травке, а на меня из куста, как выпрыгнет страхолюдина какая-то. Эч, надо. Среди бела дня. Ничего себе. Набраться моего. Кристора. Прошлой ночью тоже напали. Он до сих пор не оправился. Угу. А я сейчас детектива подрублю, да? На таком море. Я вас тут плохо помню. Все как во сне. Кристор. Угу. Что-то они все какие-то больные. Вот. Чумашель какая-то. Прихожу, камень толкаю, а потом свыше кто-то сзади подкрадывается. Угу. Хм. Понятно. Какое-то чудовище сейчас буду искать. А, мертвецы. Самые настоящие ходячие мертвецы. Зомбаки. Первых мы заметили недели две назад. Они шатались у древнего могильника. Уничтожить оживших мертвецов. Окей. Да тут никого уже нету. А это рывок мне дали. Теперь у меня есть рывок. Самый сильный прием. Опа. Ауры стремительности. Такие ауры временно повышают скорость передвижения. Понял. Нормально там он. Вот собрал. Помогаете раненому. Помог. Так. Набил я уже этих. Зомбаков. Теперь надо стражникам помочь. Я притворился мертвым. Подумался. Офигенно ты притворился. Ну за грин тоже дает немало опыта. Я так смотрю. Так. Тут уже помогли ему. Тут вроде бы есть свободный молодой человек. А так мне не засчитала одного. Наверное того который притворился мертвым. Этого тоже не засчитала. Отлично. Ну нормально. Этого зато засчитала. Не ну видно что тут не все идеально. Как бы какие то есть минусы. Но пока что мне в глаза ничего не бросается такого жесткого. Видишь тех отмороженных ходоков. Это наши лучшие мечники. Были. Они пали смертью храбрых. Мы похоронили товарищей которых смогли вынести с поля боя. Как полагается хоронить бесстрашных воинов. Души наших товарищей должны обрести память. Ой. Мимо. Серебро падает. Так. Как выяснить что происходит в руинах древнего могильника. Пойдем выясним. Я думаю я сильно углубляться не буду в сюжетку и далеко проходить. Потому что потом интерес пропадет когда будет уже возможность много поиграть. сегодня то это всего лишь пара часов. Просто было сильное желание поиграть. и затестить вход вообще не упадут ли сервера. Одолеть ледяного стража. Пока что нет даже каких-то мыслей о том что сервера упадут. Типа возможно это и произойдет когда-нибудь. Но пока что вряд ли. А это круговая атака была. Офигеть ему больно. Потертый шлем. Интересно шлем будет видно если надену. О. Дедуля. Походу дедуля не слабо так удивлен. Ситуацией. Так ну давай объясняй. Что тебе тут не понравилось. Скальты. Древние воины восставшие из могил. Их кости давно и накрепко вмерзли в землю. Только одна сила способна растопить ледяные оковы. Отделяющие мертвых от живых. Угу. Затворил Сирион сердце льда и поместил в него часть своей силы и сковал шуфьорд вечными льдами ибо не было другого спасения. Азада. Хроники тысячелетней зимы и том первая глава лед и пламя. Интересно. Надеюсь. Так. По-моему я опнул уровень. Вот. А это значит что или это ничего не значит боевые умения. По-моему. А я ничего не могу вкачать. Мне сама игра вкачала все. У меня ничего особенного. Опа. Хаба. Перчаточки. Ну правда эти перчаточки не очень. Ну ладно. Ладно. Я как-то быстрее могу бежать. Только если вот так вот. А мне вообще-то вот сюда. Хочу еще скилл какой-нибудь открыть. Можно приближать кстати вот так. Ну-ка. Ай какой красавчик. Каркар. Кстати. Забыл. Ну-ка глянем мы настройки. Что тут у нас. Что тут у нас. Графика. То есть это у меня все. Максимально высокие настройки. Размер элементов интерфейса. Ну-ка вот сделаем на 90%. над персонажем. Упражение шкалы здоровья над врагами. Над соратниками. Над питомцами. Эффекты боя. Вот это надо я думаю. Да хранит тебя сириан. Видишь светильник на бочке. Если бы это было фетранийское пламя. Он бы уже давно расплавился. Угу. Короче он сказал что тот дедуля сумасшедший. Что в таком духе. Типа да ну бросьте какое пламя нету его. И вообще его не существует. Что ты топчешь. Это следы ингрид. Дочки местного кузнеца. А рядом следы головорезов. Такие сапожища только у них. С фигурной подошвой. Угу. Бедняжка ингрид. Короче надо спасти даму. О. Бандиты. Найти лагерь бандитов и разознать обстановку. Нифига они с пухами. Ой тут такие жесткие эффекты. На куски всех разрывает. Почти как диабло какая-то. Он шлем какой-то упал еще. Какой лучше? Тот что упал лучше. А наплечников у меня не было. Так что теперь я еще и с наплечниками. Точнее с одним наплечником. Так стоп а это просто один наплечник или это? Ну да. Я уже думаю может быть для каждого плеча свой сход. Было бы необычно. Если это пламя губительно. Почему мы просто не подожжем здесь все к чертям? Потому что я здесь главный. Сказал же брать живьем. Вот только не надо. Главный здесь Холгер. Осадили. А Холгер понимает что рано или поздно сюда сбегутся щенки Давина. Чисто без палева. Их то есть не буду атаковать. Ну. Не то что мне прям так сильно хотелось. А вот Холгер. Мупа еще наплечник. Только это тоже опнутый. Блин а этих фиксы берешь кучу. Ну в итоге получилось. Не обессудьте парня. Ну я не успел. Чем мне тебя ждать когда он появится. Эмоции. О. Нагрудник. Угу. Изучаем карту. Чувствую как я изучил. Нагрудник не отличается от старого. Ну в принципе тоже начальный персонаж выглядит довольно таки сурово. Что за мной ходите? Перчатки. Я мобов почти не бил. Как я обычно во многих играх бью. Так чуть-чуть их по ходу дела попинал. На шмоток уже нормально убивал. Что там они стоят. И на них нет по моему стоимости. Угу. Клетки надо ломать, да? Угу. Угу. Ну что – это да. Угу. тут вон турбаки лежат какие-то потертые штаны а мне надо еще одного освободить не успел ударить черт ладно здесь ударю нормально можно сдать квесты эти я почти зачистил эту локацию думберт мерзлый нормальная такая способность мне понравилось за а у я шел возвращаемся назад если честно вы часто идя до этого уровня увидев еще одну такую способность но она уже такая более ультимативная мне захотелось потестить все к вас прикольно же держи и пока надо так льдышки не разбиваются ну ладно что у нас тут эскальты то вот они то эскальты целебная зелье ци так парни за мной собираемся все не ну пока что это очень качественный грим да он какой-то еще бы разрушаемых объектов добавить ну это так просто чтобы для геймплея это что такое гримор какой-то огненных демонов особого внимания заслуживают два сквальхар и ингемар первый вулканический ящер лишился хвоста и был издан фетрами ингемар рогатый исполин с раскаленным хапешем в руках повержен сирионом и скован вечными даме в недрах шувьерда способы борьбы с вышеуказанными демонами бегство бегство может быть сейчас кого-то из них встретим было бы любопытно это дум из доты но же а то есть я с ним драться не буду он ушел а вот с мобами его можно а а а а конец то им будет а то есть это был босс небольшой на этом конец точно ну да ну не особо сложно венгемар древний огненный демон поверженный сирионом и заточенный в вечных льдах шувьорда до сих пор только верховные жрецы нашего храма знали где именно он погребен новый меч правда не вижу разницы нет по моему черный тут бог ну-ка надо проверить на этот черный нормально рада моделька тоже блин ну я готов засесть в эту игру очень надолго да тут будет донат от моего ru еще что-то вообще пофига мне нравится геймплей очень чего конечно не начал вшатывать я наверное не могу ему ничего сделать точнее не наверное точно я додумал что верховный жрец ну как тебе сказать он у нас в летах все-таки ситранийский огонь мог привидеться про брата брена вообще молчу он всюду знамени видит блаженный что сказать о голем и как они выглядят блин они такие симпатичные прикольно нарисовано 20 штук них надо блин наверное еще подумаю на ком и играть именно на релизе игры либо вот таким вот чего либо танком либо каким-то учеником ну типа ну либо каким-то до дальним потому что так смотрю формить гораздо проще будет за дальников надо будет потестить геймплей за них а вообще можно как-то мне посмотреть что вокруг есть какой-то просмотр режим там уже как-то буду скриншоты делать потом по-любому же будут а вот почти от первого лица мнение интересно на рейт-клик будут еще другие варианты комбо 1 валим отсюда причем бегают одни воины то есть локация только для воинов если да то прикольно выкладывать сердца на алтарь куда мне кажется мне щас к нему не надо хасаги хасаги че там в чате захвата хасаги терраса вечных льдов блин ну все очень симпатично и у меня ничего не лагают вообще даже намека нет у меня комп где-то сейчас средненький ну 1060 видюшка 16 веков оперативы как бы все готово как бы не самый топовый но у меня все идет замечательно просто эссенция эссенция хоба это сирен эссенция 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 че сказал типа и я занят ребят пускай он разбирается короче надо будет по сюжету добыть этот меч и так понимаю тех но тут уже наверное одна из последних заданий в этой локации лагерь серых волков терраса вечных льдов а то есть эту локацию я покидаю лично мерзлая плату так что это у нас но это абсолютно новая локация продана раза два меньше и она похожа коридорная абсолютно так что появились просадки небольшие тоже югайте он его шот ну нормально сильный еще один завистник делать надо снежный югайте ну я больше квеста делать не буду на сегодня в общем забытое скоро начнется и там будем потихоньку вникать в эту игру пока что я на стресс на стресс тесте понял что все замечательно ну как бы все лучше чем я ожидал никаких опечаток я не видел в тексте таких серьезных дойдут и текста не так уж и много пока что в общем все замечательно всем спасибо за просмотр если вам было это интересно